И в заключении выпуска. В области выберут лучшего педагога. 10 апреля в стенах Курского института непрерывного профессионального образования прошла торжественная церемония открытия конкурса «Учитель года-2012». У 31 кандидата есть 10 дней, чтобы доказать, что он достоин защищать честь области на всероссийском конкурсе. Креативное мышление, желание экспериментировать и эрудиция. Современные подходы к процессу обучения диктуют новые требования к уровню профмастерства педагогов. Каждый участник уже победитель муниципального этапа. Приятно, что в этом году за звание лучшего учителя поборются и трое мужчин. Мужчин у нас тоже очень мало в системе общего образования. Если говорить о статистике, она показательна. В системе именно общего образования работают 86% педагогов. Это женщины и всего лишь 14% мужчин, чтобы они были раскрепещены творчески. Основная задача конкурса – выявить творческий потенциал педагогов. Оцениваются не только личные достижения. Каждый учитель представит опыт коллектива. Конкурсантов ждет три этапа. Педагоги презентуют инновационные проекты, проведут открытые уроки и мастер-классы в контексте требований стандарта второго поколения. Стандарт второго поколения в большей степени, чем стандарт первого поколения, ориентирует нас на необходимость создания условий для личностного развития наших обучающихся, для обеспечения их готовности жить в быстро меняющемся мире. Теплая и уютная атмосфера в классе – залог успеха каждого педагога, считает лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2011» Надежда Милентьева. Сегодня она обменивается опытом с коллегами по всей России. Встреча с новыми людьми, получение такой вот эмоционально-профессиональной подпитки. Это те люди, которые могут что-то дать в профессиональном плане. Это те люди, которые могут расширить твой профессиональный кругозор. Итоги конкурса подведут 20 апреля. Финалистов наградят дипломами и денежными премиями. Победитель получит 20 тысяч рублей.